Здравствуйте! В эфире ЯТВ. Программа о людях и делах компании «Газпром Добыча Ямбург». Студия Юлия Надрага. Сегодня в выпуске. Смотрите. С миру по кусочку. Работники компании в Новом Оренгое собрали карты России и Ямала. Золото Мангазей. Корпоративный проект победил на международном конкурсе. Брызги Ямбургского. Водное поло пришло и на ЯНГКМ. Начнет наш выпуск сегодня. Блог из нескольких коротких новостей. Ко дню России активисты «Газпром Добыча Ямбург» решили узнать, насколько их коллеги свою страну не только любят, но и знают. Для этого члены СМУС при поддержке военно-патриотического центра «Вымпел Ямал» организовали турнир по скоростной сборке спилс-карт России и Янау. Деревянные пазлы на магнитной основе состоят из деталей, каждая из которых – это территориально-административная единица государства или региона. В течение дня в торжественной обстановке каждый работник мог проверить моторику рук и свои географические знания. Некоторые поучаствовали в федеральной просветительской программе «Знаю Россию». Она подразумевает сборку спилс-карты в соответствии с нормативом – 10 минут для России и 1 минута для Янау. Задание оказалось не из легких. Лучше всего коллеги справились с картой нашего региона. По итогам 13 человек собрали ее меньше, чем за минуту и получили нагрудные значки. Самым быстрым знатоком стал Рамиль Набиев. Он объединил наш округ за 34 секунды. С карты России в одиночку и без подсказок справился лишь один работник – Роман Миниахметов. Люблю географию. В школе одним из любимых предметов у меня было. Поэтому решил попробовать свои силы. Я, конечно, был удивлен. Но, собственно, я не ожидал, что будет так сложно. Я, в принципе, предполагаю и знаю, где находятся некоторые регионы, но вот эти участки большие, можно сказать, по федеральным округам, их объединить было – это сложная задача. Новый Уренгой, административный центр «Газпромдобыча Ямбург», конференц-зал блока «Д» – четверг. Отличное место и время для первого в истории компании «Караоке вечером», чтобы утром в пятницу по отделам, службам и управлениям успели обсудить, кто пел и какую песню. Мероприятие организовали артисты службы по культурно-массовой работе из ППО «Газпромдобыча Ямбург-Профсоюз», исполняли композиции все желающие, слушали все поддерживающие. Никаких оценок, только аплодисменты и позитивное послерабочее настроение. Медсестра из первой поликлиники МСЧ Резида Хужина два раза поднималась на сцену и оба раза с песнями про любовь. Признается, небольшой мандраж был. Волнение, оно еще присутствует, но и будет присутствовать каждый раз, как первый раз. Я на сцены еще такие большие не выходила. Первый раз вот на 9 мая самостоятельно выступала. Хотела, мечтала с детства, не получилось, а потом просто раскрылась, поняла, что пора и хочу быть верной самой себе. И что для этого предприняли? Начала петь. Вновь образованный клуб любителей караоке продолжит свои заседания. Возможно, в другом месте, но в такой же теплой атмосфере. А самую первую встречу посвятили Дню России. Слушали и подпевали Константин Портных, Кирилл Мамонов, Новый Уренгой. К приятной теме триумфов. В Москве наградили победители международного конкурса «Экологическая культура. Мир и согласие». За проект «Тайны Мангазей» в номинации «Экотуризм» наша компания одержала победу, обойдя более 600 конкурентов. В рамках проекта Ямальским отделением Русского географического общества было реализовано три экспедиции. Они состоялись при поддержке «Газпром добычи Ямбург» и правительства Янау. Подробнее о результатах в сюжете московских коллег из «Ямал-Медиа». Узнать секреты первого города в Заполярье и пройти путь русских первопроходцев удалось благодаря проекту «Тайны Мангазей». Три экспедиции и несколько лет подготовок помогли восстановить историю региона. «Когда мы отправлялись с каждой экспедиции, даже профессионалы достаточно слабо верили в то, что нам это удастся. Туристы смогут в будущем проходить этот маршрут, но для этого надо создать определенные условия в плане строительства инфраструктуры». Этот проект стал победителем международного экологического конкурса в номинации «Экотуризм». На Ямале много уникальных маршрутов, их нужно развивать, считают эксперты. «В этом году у нас проект прошел по шести номинациям. Заявки были поданы от 674 компаний-заявителей, и победителями стали 28 проектов». «Очень рады, что уважаемый жюри высоко оценил нашу работу». Главные цели проекта – изучение самых труднодоступных территорий России, организация новых туристических маршрутов и сохранение исторического наследия русского севера. «Такие проекты, они, конечно, нужны, они будут способны к развитию этого направления туризма у нас в стране. Он должен подхлестнуть интерес людей, которые любят путешествовать». 2022-й на Ямале объявлен годом экологии. Поэтому вместе с различными экологическими проектами особое внимание в Заполярье уделяется развитию внутреннего и въездного туризма. «Я надеюсь, что наш проект «Тайна Мангазея» даст толчок к развитию экотуризма не только в регионе, но и в соседних регионах и в стране в целом». Сейчас у компании есть несколько реализованных проектов и в будущем планируется только наращивать потенциал. «Тайны Мангазеи» – лишь одна часть большого эколого-просветительского проекта. Мария Стрельникова, Станислав Павлинич, Время Ямала, Москва. Перемещаемся в Ямбург. Там состоялся День молодого специалиста. Это адаптационное мероприятие для тех, кому нет 35 лет. Участников ждала плотная программа. Команда, образующая тренинг, спортивное состязание, интеллектуальная игра и развлекательный блок. Каким все это буйство красок увидела наш корреспондент Нелли Харудинова, смотрите в сюжете. У нас здесь День молодого специалиста. И вы тоже приходите. Вы тоже приходите. Все мы разные. Кто-то легко вливается в новый коллектив, приспосабливается к непривычным условиям, а кому-то нужно время и поддержка. День молодого специалиста – универсальное средство для адаптации новых работников «Газпромдобычи Ямбург». На Ямбургском месторождении он проходит уже третий раз. Основная цель данного мероприятия – это, конечно, адаптация молодых специалистов, их знакомство, так сказать, социализация, новые знакомства, новые знания, ну и немного развлечься тоже не помешает. Для командообразующего тренинга организаторы подготовили веселые активные конкурсы. В одних нужно было проявить ловкость и смекалку, в других – креативность и творческий подход. И во всех без исключения продемонстрировать командный дух. Конкурсы придумывали вечерами с ребятами, что попробовали вот такой конкурс. Сначала на себе испытывали. Были 2-3 конкурса, которые мы записали, посмотрели в интернете, пришли, попробовали и поняли, что это нам не подходит, потому что сложные, что возможно травму получить. Оставили более простые, более на логику, на веселье или на знакомство. Раз, два, три! Полтора года. Полтора года работаю, да. И как, быстро адаптировались? Нет. Сегодня первый день адаптации. Вот до этого все, работа, работа. Такая у меня стажировка еще идет. Недавно приехал сюда, в эти края. До этого никогда не был. Незнакомые люди в один момент могут сплотиться, стать командой, познакомиться и пройти какие-то соревнования. Это здорово. Дальше мы влезем средний возраст молодого спецназа. 26! 30! 30! В клубе «Юность» знакомство молодых специалистов продолжилось, но уже не друг с другом, а с возможностями реализации, развития и роста, которые дает молодежи компания и профсоюз. Приглашенный на встречу технический инспектор труда Руслан Алимов рассказал о работе возглавляемой им профсоюзной комиссии по охране труда, здоровью и экологии. Мы для молодых работников разъясняем, для чего нужен профсоюз, как работает комиссия по работе с молодежью, профсоюзная, какие там есть возможности, какие есть возможности развития в СМУСе. То есть, ну, пытаемся объединить людей за счет вот таких вот обучающих форматов. Цитата. Интеллектуальное состязание – один из любимых видов досуга ямбургской молодежи. Для этого мероприятия организаторы выбрали викторину «Что? Где? Когда?». Добрый день, друзья, и спаси! Кульминацией дня стала костюмированная вечеринка в стиле 90-х. Многие ребята тогда только появились на свет или ходили под стол пешком. Но у них получилось воссоздать губку эпохи. Кульминацией дня Только, только, только Этого мало Нелли Куэрудинова, Денис Курдаков, Ямбург. Благодаря высококлассному сервису и качеству услуг гостиницу «Ямбург» в Новом Уренгое считают визитной карточкой города. Для поддержания уровня профессионализма работников администрация периодически организует обучение. Весной тренинги по гостиничному делу для них провела Нелли Маврина. Бизнес-тренер по направлениям развития персонала и эксперт по классификации отелей. Как проходили уроки по гостеприимству и какую оценку получили наши создатели гостиничного уюта, узнаете из следующего уютного сюжета. Внимание! К нам едет «Ревизор». Но персоналу гостиницы «Ямбург» опасаться незачем. Каждого своего гостя здесь встречают с почтением. Это идеальная чистота, уютный интерьер и оптимальные условия для бизнеса и досуга. Разрешите представить одну важную гостью – Нелли Маврина. Она вовсе не тайный отельный инспектор, а известный мастер индустрии гостеприимства. Доцент, преподаватель специальных дисциплин кафедры магистрских программ и программ повышения квалификации, стандарты гостеприимства, управления качеством в РУДН. Ее задача – поднять и без того высокий уровень гостиничных услуг и оценить их. Звездность отеля для потребителя. Она сама собой машинально сравнивается. Безусловно, это отель стиля лакшери. Качественная характеристика отеля – она в баллах. Вы можете и сами поставить баллы, глядя на эти стены. Если вы видите, что на стене нет никаких царапин, значит, это три балла. Это отличное состояние. Вот вам звездность. Глядя на это ковровое покрытие, вы видите, что износа фактически нет и практически нет. Это тоже три балла. Это тоже стиль лакшери. Это четыре звезды. И, собственно, находясь в этом зале, вы можете сказать, что вы находитесь в отеле пять звезд, потому что все в отличном состоянии. Этот зал – бизнес-центр гостиницы. Здесь прошел первый семинар, который Нелли Федоровна провела с горничными. Это вовсе не лекции, а ситуативные игры, психологические задачки. Тренер дала практические советы, как общаться с гостем, как реагировать на него, чтобы он остался доволен. Встреча была похожа на тимбилдинг, где участницы делились на команды и совместно искали правильный ответ. Нелли Маврина акцентировала внимание на том, что именно человеческое поведение лежит в основе качественного сервиса. Каждую новую жалобу мы рассматриваем заново. Почему? Да потому что у нас гости другие совершенно приехали. Здесь и современные аспекты развития гостиничного бизнеса. У нас меняется потребительское поведение, а мы должны на него уметь воздействовать. Поэтому это и маркетинг в том числе. И в обучении, конечно, ты знаешь не только, должен знать не только психологию, ты должен знать те тренды, которые сейчас на рынке, и те тренды, которые придут. Эксперт по гостеприимству употребила термин «век ключевого клиента». Она объяснила, что среди отельного многообразия современный человек находит гостиницу под себя и свои потребности. Чтобы найти ключ к сердцу потребителя, гостиница должна четко понимать образ своего гостя. Для Ямбурга это образ делового человека, который ценит комфорт и свое время. Поэтому Нелли Федоровну впечатлили конференц-зал, зал переговоров и этот бизнес-центр, где можно легко решить свои деловые вопросы и познакомиться с севером. Ты возвращаешься вот в это уютное место и смотришь на очень качественные фотографии этого края. И ты в него влюбляешься, ты понимаешь, что это настолько особенный край с такими особенными людьми. А это ученицы службы горничных уже пришли на практику в номер своего учителя. Здесь разбирали вопросы уборки, поддержания порядка, организации пространства. Уделяли внимание именно мелочам. Открытый урок помог горничным посмотреть на свою привычную работу со стороны и открыть новые секреты истинного гостеприимства. Как только я решу, что учиться нам больше нечему, наверное, это будет самая большая ошибка моя. Нет предела совершенству. Поэтому мы в своей работе должны быть уверены, что мы готовы учиться, мы открыты для этого. И стараемся сделать максимально для гостя, чтобы ему было здесь комфортно, уютно, и он возвращался к нам, только к нам. Следующий тренинг уже с администраторами. Это первые лица, с кем общается гость, кто помогает решить любые вопросы клиента. Своё гостеприимство они проявляют через вербальное и невербальное поведение. Улыбку, внешний вид, внимательность, соблюдение правил этикета. Поэтому тренер уделила большое внимание психологии общения с гостем. Попросила администраторов провести самопрезентацию и озвучить, чего категорически делать нельзя. Смотреть руками, показывать пальцем и перебирать руками по столу. Комфорт человека – понятие субъективное. И каждые тренинги помогают персоналу нашей гостиницы быть универсальными, максимально приятными в общении и полезными в решении бытовых вопросов. Их талант – уметь работать с возражениями, сохранять спокойствие и вдохновляться цитатой, что ваши самые недовольные клиенты – ваши самые большие учителя. Юлия Надрага, Дмитрий Шолохов, Новый Уренгой. Продолжаем рассказывать о людях компании. Уборщица производственных помещений Регина Городинская любит кухню и вязание. Кроме этого, уходя на пенсию с ГП1В за полярного месторождения, надеется, что будет больше путешествовать – в Москву к дочери или в Минск на родину. Сдувая пылинки с объекта, она готова оставить свой пост, на котором проработала с момента строительства. Дмитрий Дугинов готов рассказать про героиню. Привычный маршрут на ГП1В и обратно Регина Анатольевна проходит ежедневно. Десять лет она обеспечивает чистоту многочисленных кабинетов, холлов и цехов большого завода. Я по комсомольской путевке в 87-м году приехала покорять крайний север. И потом работала в автотранспортном предприятии, на ГСМе. После этого на скорой помощи работала 11 лет. И вот третье мое место работы за 35 лет – это здесь, на заполярном месторождении. Видеть бывших комсомольцев на севере с каждым годом получается все реже. Их отношение к труду можно отнести к советской школе, в том смысле, что подход фундаментальный, а настрой, несмотря на объем, всегда позитивный. А вам самой нравится убирать вот в такой огромной галерее? Очень. В галерее вообще великолепно. Здесь есть где разогнаться. Часто нет, часто не получается, потому что у нас другие объекты есть, кроме этого. С утра, начиная с мест общего пользования, по особому алгоритму и расписанию, уборка поверхности и уход за цветами аквариумом заканчивается к вечеру. И так ежедневно с полным арсеналом моющих средств и соответствующих приспособлений. Это нормальная специальность, потому что движение – это жизнь. 15 тысяч шагов обязательно в день получается. Если даже в шагах – это прилично. То представьте, сколько это квадратных метров. Она меня принимала здесь. Первый мой рабочий день. Помню, что-то. Конечно, помню. Техник, кладовщик и уборщик производственных помещений на газовых промыслах – традиционно женские специальности. Все помогают друг другу и в небольшом коллективе настолько хорошо уживаются, что, несмотря на ставки, профессии и категории, уважают и понимают работу каждого. Человек преданный, трудолюбивый, отзывчивый и очень дружелюбный. Грустно очень расставаться с таким человеком, который всю свою душу отдавал, можно сказать, своей работе. Вы уже три коллектива сменили в своей жизни, переходя с места работы. Грустно расставаться с людьми, которыми привыкли уже? Очень грустно. Регина Анатольевна дорабатывает последние дни вахты. Кроме поддержания красоты и уюта, продолжает кормить рыб, которые, как и она, живут здесь с начала эксплуатации промысла. Поливает цветы, которые сама же и посадила. Ждет новую смену, чтобы перед уходом на пенсию сдать свой пост и сказать сменщице самое главное. У нас здесь все места самые важные. И чтобы везде было чисто, красиво и уютно. Дмитрий Дугинов. Заполярное месторождение. Теперь к новостям спорта. В Ямбурге открылась новая спортивная секция по водному полу. В бассейне культурно-спортивного комплекса прошел товарищеский матч между сборными Нового Уренгоя и вахтового поселка. В дебютной игре приняли участие первые лица компании во главе с генеральным директором Андреем Касьяненко. Ямбургскую команду представляли руководители и сотрудники подразделений, работающие на месторождении. Смотрим. В расписании работы Ямбургского бассейна появилась новая строка – водное поло. Занятия будут проходить по субботам с 15 до 18 часов. Как вы думаете, что нужно, чтобы играть в водное поло? Уметь плавать, как минимум. Пропуск в бассейн, ну и бассейн, наверное, и мяч. Видимо, не тонуть. Уметь играть в водное поло. Плавки. Подождите, давайте подготовлюсь. Желание. Команду для первого товарищеского матча по водному поло собирали со всего Ямбургского месторождения. Начинали с наводящего вопроса – плавать умеете? В итоге нашлись и просто легкий на подъем любители активного досуга, и даже ватерполисты с небольшим опытом игры. География участников простирается до самой Харвуты. Я не знал даже, у нас, видно, на Ямбурге тоже очень много любителей водного пола, и уже звонят, спрашивают. Перед ответственной встречей с командой Нового Уренгоя ямбуржцы успели провести пару тренировок. Так что шансы были почти равны. Команде работа! Квескуль! Время! Команде Ямбурга! Квескуль! Время! За плечами сборной руководителей «Газпромдобыча Ямбург» во главе с генеральным директором Андреем Касьяненко два товарищеских матча в «Газовой столице» и «Новозаполярном». Пошел, давай, давай, давай! Десять ватерполистов на поле, включая вратарей, еще примерно столько же на скамейке запасных. Для этой игры свойственны частые замены. Энергии и сил отнимают много. Вот уж когда понимаешь, что время относительно. Период всего 8 минут, может удивиться непосвященный зритель. Не всего, а целых 8 минут, поправят их знатоки. Ну, это, наверное, такая смесь мини-футбола, гандбола, плавания, конечно же. На мини-футбол, только на воде. Или хоккей даже. Что-то уникальное, да, конечно, ни на что не похожее, да. Судьи общались с командами на языке свиста. Между собой игроки перекрикивались на своем ватерпольном. Сколько голок вам удалось забить сегодня и благодаря чему? Ну, 4 или 5. Ну, скорость, хорошие пасы. Интересная игра. Очень понравилась. Будем играть, развивать. 4 периода ватерполисты обменивались друг с другом голами, положительными эмоциями, зарядом бодрости и позитива. Бывало, играли жестко, но правилами это не запрещено. Контактный вид спорта. Как вам игра? Сложно ли было? Сложно. Игра была упорная, игра была равна. Победило мастерство. Что в этой игре самое главное? Да, наверное, все. Нет, топить, конечно, многие пытались, но что-то мы против этих методов. У нас все по-честному. У меня сегодня первая встреча, первый опыт игры в водное поло. Вообще чудесная игра, такая азартная, занимательная и довольно-таки трудозатратная. То есть эти рывки влево, вправо и так дальше, где-то притопят, где-то нужно сам рвануть. Так, очень интересно и весело. Красивая игра – заслуга не только мастерства спортсменов, но и справедливого честного судейства. Ямбургские судьи были к участникам лояльны. Лишний раз не свистели. Мы давали играть. Если вы же посмотрели, мы давали играть, чтобы была динамика, не останавливать. И так получилось нормально. Чуть не забыла. В товарищеском матче по водному полу в Ямбурге победила барабанная дробь – дружба. Удалось ли вам сегодня заразить этим видом спорта ямбуржан и всех «Газпром-добычей»? Я сам первый раз в этом виду спорта участвую. Меня уж точно удалось заразить. Игра очень задорная, веселая. Все очень понравилось, динамично. Главное, что на самом деле сплочает всех – и наши филиалы, и администрацию. Первоначально водное поло было сугубо мужским видом спорта. Но в 2000 году в Олимпийские игры включили женскую дисциплину. Так что, кто знает, может и в Ямбурге соберется женская команда. Пока потренируемся плавать. Это была последняя информация выпуска. Смотрите нас на каналах в Ютьюбе и Рутюбе. Подписывайтесь. Ссылки на экране. В студии работала Юлия Надрага. До скорых встреч в эфире Я-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин